И на самом деле, по моему мнению, стоит вопрос, может ли Евразийский экономический союз, Российская Федерация включиться в эту гонку и стать в ней каким-то более-менее значимым игроком. На предыдущем карте я выяснил, что если ничего не менять, то, скорее всего, китайцы с одной стороны и россаннцы с другой стороны смогут поделить это и вложить в миру свои платформы. Платформы обладают определенным набором свойств, которые заставляют предприятия из тех экономических контур, где они не сложились, подключаться к существующим платформам. Это хорошо видно по той же самой торговой системе, либо вы. Хотим мы торговать в Китае, нам, конечно, легче всего зайти на китайский рынок через Тимофе. Хотим мы торговать в России, нам на сегодняшний день гораздо выгоднее торговать через Алиэкспресс. То есть платформа, зашедшая на рынок, просто снижает косты для существующих участников рынка и в зависимости от чья это платформа, мы устраиваемся в тот экономический контур. Потому что платформа навязывает нам инструменты регендования, форматы регендования, она выстраивает, предлагает нам цепочки и эшелонирует наших поставщиков, в свою очередь. То есть мы фактически теряем некоторую экономичную суверенитет и попадаем уже в совсем другие правила. И в этом смысле, с кем, возможно, мы бы могли поконкурировать, я бы хотел буквально несколько слайдов о том, как выстраивать свою работу на честь Китайцев и Китайцев. А потом подискутируем уже на тему массовой действительности, что можно было бы выделывать раз в каких-то складах. Ну, ничего нового в принципе нет. Крупнейшие инвестиционные компании, венчурная индустрия структурированы в Древней долине. И в итоге, так или иначе, она является самым основным венеццаром и инвестором в последних раундах, фактически выстраивая у себя эту самую экосистему. Конечно, у них нет этого самого слоя архитектуры экосистемы, он сосредоточен в самих фондах. То есть, вот здесь руководство этих фондов, так или иначе, старается каким-то образом обеспечить, в том числе, синергию и доп. валю за счет интеграции платформ между собой. И в этом смысле это не полноценная архитектура, а более такая точечная работа. Но сам фар, пылесос финансовой работы, плюс выстраивая наличная индустрия с позиции акселерации, правильного управления метрством, раундами, сама юрисдикция позволяет пылесосить подобные проекты со всего. Какие у них сложности? Фонда и прождаемость, единороги. Единороги – это термин, который означает быстрорастущий стартап с капитализацией более-менее отходов. То есть, количество, если 2014-2015 год росло, скорость появления для них компаний, то на сегодняшний день, 2016 год, оказалось бы, нечего расти смертность. То есть, тех, кого профондировали с оценкой более миллиарда, и на следующем раунде они получили оценку меньшую, таких количеств компаний значимо увеличилось. Это определенные издержки той модели, воронки, которая выстроена в речной индустрии. При этом, в любом случае, объем новых компаний достаточно значим. Объем уже набранных компаний, проинвестированных, большой. И, в принципе, конечно, на сегодняшний день именно этот полис едается в плотнейшем мире, и он концентрирует на себе основные предприятия. Вот примерно их карта, кого они проинвестировали, кто находится в этом списке. Чуть подробнее остановлюсь на китайском подходе. На самом деле, те, кто слушал лекцию предыдущую мою, и в прошлом году особо нового ничего я не скажу. Единственное, обращу внимание на то, как китайцы подтягивают и строят свою венчурную индустрию, как они копируют венчурную индустрию Кремнии и Долины. Если у позапрошлого года фактически даже было падение объема фондирования китайских государственных венчурных фондов, в 15-м, когда шел, значит, мы, но все-таки не очень большой рост, то в 16-м году фактически по объему ресурсов, которые сосредоточены в фондах китайцев, сравнялись с Кремниевой долиной и, как бы, по факту вышли в сопоставимые величины. Объем самих сделок не такой большой, но здесь есть особая деталь. Количество новых единородов в Китае, их капитализация фактически в 16-м году превысила англс-эрсонский рынок. То есть, если вы посмотрите, там есть несколько свежих отчетов, там в разных индустриях, конечно, картинка несколько отличается, но, в общем, последние все самые интересные сделки по объему проекта, они начинают доминировать именно в этом объеме. Здесь история о его группе с позиции, как они создавались как сервисы. Примерно в 2007-2008 году произошло переосознание самой концепции и с этого времени они начали реализовывать модель доращивания платформ за счет интеграции с существующим. Здесь достаточно простая логика. Есть внутренний B2B Marketplace 1688, на нем сосредоточена большая часть китайских производителей, неплохо параметризуемые товары с наличием цен в зависимости от партии, большое количество критериев для логистических операций и так далее, позволяет очень быстро рассчитывать здесь всю свою цепочку поставщиков и принимать те самые решения, о которых говорил B2C. В связи с тем, что этот контур сложен, достаточно просто сложить следующий контур B2C, потому что поставщики для розничных рынков, они уже сгруппированы здесь. Это B2C внутренний в Китае. Он сложился, выстроился, появился B2C экспортно-ориентированный на внешние рынки. То же самое с B2B. Дальше выстраивается импорт B2C через портал Tmall. Ну а дальше происходит отвязка связанными сервисами и инфраструктурой Амфинансского как платформа для расчетов внутри самих торговых платформ. В Амфинансского входит несколько подразделений, которые умеют и кредитовать по различным моделям, и поддерживать расчеты между участниками. Очень интересный кейс Каняо, здесь вот так, как вам привычно это слышать, логистическая платформа, которая по факту на сегодняшний день стала уже лидером в мире по посылочной логистике. Буквально за два года обойдя всех предыдущих лидеров по объемам количества отрабатываемых грузов, не приобретя при этом ни одного подвижного средства, и из всех логистических мощностей практически проинвестировал... Сергей, извините, пожалуйста. Проинвестировал только некоторую цепочку в фулфилдинге по складам для режима таможенного склада. Именно такая модель позволяет китайским товарищам выращивать новые платформы за гораздо более короткие сроки. Если средний срок вызревания единорога в Америке это порядка семи лет, то в Китае подобный уровень достигается в среднем за два года. Если в Америке в среднем один из десяти единорогов достигает точки безубыточности и устойчивого роста за этот период, то в Китае фактически девять из десяти выживают и становятся и участвуют в этой новой экосистеме. Да, темпы меньше, но выше показатели. И в этом смысле это другая несколько модель. Здесь задействовано взаимодействие с госкруктурами, то есть с десятого же самого Кенеал, были задействованы связи с госкруктурами, Министерство транспорта поддерживало запуск этой платформы и так далее. И в этом смысле несколько две разных модельки, по какой из них нам учитывать и брать на вооружение для того, чтобы придумать и выстроить свой план и свой подход, я как раз предлагаю это дискутировать после доклада ребят. Как это дальше начинает взаимодействовать в Китае? Экосистема постоянно доращивается новыми участниками, что-то приобретается, что-то выращивается внутри. Количество сервисов для участников самих платформ растет с достаточно высокой скоростью. То есть если несколько лет назад торгующая компания на одном из ресурсов любопытных групп работала с конкретной витриной с конкретным сегментом, например, внутренней B2B в Китае, то на следующий день через взаимодействие этих платформ между собой, ей доступны уже и экспортные рынки, и B2C, и B2B в формате, и внутренние рынки. В различных форматах ей доступны кредитования, ей доступна оптимизированная логистика и так далее. То есть в этом смысле вылью для участника этой экосистемы она начинает расти, и выйти из этой экосистемы фактически означает для компании резко увеличить свои транспорционные услуги. И то же самое. Не войти в такую систему, если кто-то умудрился ее долгое время игнорировать, обозначает находиться в неконкурентных условиях с остальными участниками, кто в ней находится. Потому что компании, находящиеся здесь, у них условно подпор поставщиков, решение вопросов по финансированию каких-то условий поставок и так далее, они решаются в считанные минуты несколькими кликами мучки. Потому что умеют, потому что накоплена информация об этой компании, потому что есть определенный рейтинг и так далее. И обратная ситуация. Если мы не находимся в этой экосистеме, то у нас все эти задачки решаются месяцами, с большим количеством документооборотов. Ну все знают, кто пытался получить на предприятии кредит в российском фоне. Или пытался проанализировать значимое количество поставщиков в нашем экономическом фунте, или хотя бы по уровню подпора параметров, качественных для такого крупного изделия. У нас это дорого, сложно, долго, а там это быстро и больше. В этом месте предлагаю подискутировать про нашу действительность. Прощу внимание, что даже Алексей Леонидович в своем недавнем докладе поставил в центр своей стратегии, которую он готовит для Владимира Владимировича, именно цифровизацию экономики. И в этом смысле не относясь никак к господину Кудрину, я пытаюсь продемонстрировать лишь то, что даже те люди, которые не обращали внимание свое на эту зону экономики, даже для них уже является это объективно важным, понятным и значимым. Спасибо. Предлагаю передать слово Александру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...